А давайте всех тех, кто молчал, не будем прощать, а всех тех, кто пил, как сумел, прости. Ты жив, когда ты стал чьей-то песней, так говорили предки. Чьей песней ты стал? Кто поет твою песню, кто помнит тебя посредством твоих лучших, высших качеств? И, видимо, конечно, видя, насколько это влияет, видя реакцию людей, детей, самое главное детей, их-то не обманешь. Кому-то можно преподнести как угодно, но если ребенок чувствует и тянется к тебе, это такой комплимент от Бога. Даже не ищи, не жди, когда ангелы спустятся и в трубы тебе дуть начнут. Посмотри на детишек. Если они тянутся к тебе, если это влияет на них, что я знаю, что многие, молодежь, отзывы на мои песни, например, когда тебе говорят, искренне говорят, что какой-то период времени эти песни помогали. Это не объяснить это чувство. И ты понимаешь, что именно само понятие светлого образа, оно в структуре бытия. Мы не можем долго смотреть на нижние формы. Они тоже привлекательны. Это ламбада вся, вот это движение вот тут, на нижних чакрах. То, что мы сейчас видим, да, вот эту рыбчину, вот эту вот обкуренную культуру, она ведь тоже в какой-то степени привлекательна. Она дает этот драйв, драйв, драйв. Это об энергийце идет речь. Генерируем ее тоже, да. Она нужна, особенно молодежи, она дает ощущение освобождения из этой тюрьмы под названием школа или садик, или институт. Мы же там на осидочке были. Встать нельзя, двигаться нельзя. И тут надо эту жопу теперь, которая отсиделась, ее надо раскачать. Понимаешь? Поэтому вот она, культура, она не хорошая, не плохая. Она веяние самого времени или условий, в которых люди развиваются. Поэтому тот, который долго сидел, скорее всего, встанет и начнет, короче, посылать весь мир. Вот и искусство по этому такое. Оно посылает. Если на рэп посмотреть на эти речитативы, там человек утверждается в собственном я. Типа я крут, я сделаю все тут как надо. В общем, вы там должны меня примерно послушать, я вам сейчас объясню как надо. Но это тот нижний уровень. Защищается ребенок. Ребенок отсидел, он вырвался с цепи, сорвался и начинает вот это вот самоутверждать. Но это ведь тоже неплохо. Вопрос в градусе. А у меня этот градус из каких-то более таких тоже суровых нижних форм перешел в плоскость понимания того, что я только могу помочь. Изменить я уже ничего не могу. Я могу только вдохновить. А вдохновить, я заметил, можно только любя. Любя и благодаря. И я вынужден идти к свету. Я понял, что Бог все так сотворил, что мы вынуждены идти к Нему. Ну и примерно так, что, во-первых, мы по природе, по сути вещей не можем без Него. И к Нему тянется душа. Потому что источник-то один-един. И поэтому здесь то же самое, в искусстве то же самое. Я приближаюсь к Богу. Конечно же, я приближаюсь к Богу сам прежде всего. Совесть у меня открывается, память открывается, покаяние происходит. За какие-то свои поступки, за которые мне было невыносимо трудно, как каждому из нас в этом мире. Они становятся, конечно, как фантасмагорией. Если у тебя качество меняется, градус проживания. Смотришь, выгорело. Выгорело вот эти вот закоулки темной памяти, которые, может быть, когда-то тебе на совесть слишком сильно давили. Они исчезают. Люди тебе помогают поверить в себя. Мы же как детишки, у каждого своя игрушка. Принесли и говоришь, посмотри, какая у меня игрушка. Давай поиграем в мою игрушку. Вот и все в песочнице большой сидим. Это ничего не кончилось. Взрослеем-то мы постепенно. Свет и любовь. Любовь и благодарность. Делают структуру воды природной. Любой воды, самой черной. Слово. Любовь и благодарность. И потрясающим образом только эти слова. Почему-то другие слова или другие симфонии не так влияют на воду, чтобы сделать ее близко природной. А любовь и благодарность – абсолютная структура воды в этом мире. Она структурует. Значит, структура уже существует. Это данность бытия. С ней невозможно никак тягаться. Что бы ты ни делал, все равно тебя ждут дома. И в один момент ты наигрался уже. И идешь домой. Я так же на пути домой, как каждый из нас. Просто я на пути домой. Мы все идем домой. И вот в этом состоянии у меня абсолютно нету страха перед смертью. Я понимаю, это переход. А мне кажется, вот это и есть взросление. Когда ты выходишь за пределы страха. Истинно выходишь за пределы страха перед смертью. Доверие миру. Расслабься, слушай, расслабься. Все, расслабься. Выдохни, выдохни. Не бойся. Не бойся. Ты вчера был сперматозоидом. Не бойся. Конечно, трудно было вот эти кости вырастить. Трудно было этими глазами обладать. Сделать выводы было трудно. Но расслабься. Расслабься. Дыши. Почувствуй меня. Это все я. Это все я. И все ты. Только будь счастлив. Прошу тебя. Я ничего не хочу. Как родитель истинно говорит. Будь счастлив. Пожалуйста, будь. Ничего я не хочу взамен. Пойми ты это. Взамен ничего не хочу. Ни поклонения. Ни славления. Я сам слава своя, говорит он. Я сам прославленный. И я в этой славе тебя поднял над своей головой. Как свое дитя. Поднял вот так, как мы своих карапузов подбрасываем. Вот так подбрасываю. Тебя. Ты славе заслуживаешь. Больше, чем я. Потому что в ней... Зачем мне нужна слава, если я сам прославлен в своем творении? А вот тебе она нужна. Потому что тебе трудно постепенно развиваться. Труднее. Обрести эту форму. Потом потерять эту форму. Я воспеваю образ Всевышнего. Много имен у него. Но он истинно выше всего того, что мы знали. Читали и слышали. И утверждали он больше того, как представлен в писаниях. Он выше всех храмов, мечетей Датсана. Он меньше молекулы. Он меньше молекулы, аура, атома. Больше вселенной всей тверди и вакуума. Он скорость великая, неуловимая. Все ж проявленная жизнью красивой. Невидима, видима, дух прародитель. Отец для детей, ученик и учитель. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица. Ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность. Жизнь коротка, но длина бесконечность. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица. Ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность. Жизнь коротка, но длина бесконечность. Смотрите, мы разные. Белые, черные, красные, желтые. Солнце влюбленные, дети одной. Все рождающие силы. Невидно границ. Красота неделима. Закончилось в темное время. Трандата всевышний не слышит. Рабов и фанатов. Он вышний отец. Сам познавший свободу. А детям свободу. Дарует природа. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица. Мы в книге вселенской записаны в вечность. Твори же, мой брат, сотворяй же, сестрица. Ведь каждый наш день есть святая страница. Мы в книге вселенской записаны в вечность. Жизнь короткая, но длина бесконечна. Я воспеваю образ Всевышнего. Много имен у него, но он истинный. Выше всего того, что мы знали, читали и слышали. И утверждали он больше того, как представлен в Писании. Он выше всех храмов, мечетей даться на пол. Меньше молекулы, ауров, атома. Больше вселенной, все твердива. Я благодарен Всевышнему, что мы встретились. Большая ответственность, волнение, конечно, как всегда. Это то самое пионерское чувство, когда ты выходишь на сцену во внимании к людям. И теперь ваши глаза будут отражаться в моих глазах. Вас много, я один. Я думаю, что и волнение пройдет, дай Бог, чтобы сегодняшняя встреча осталась надолго в памяти людей. Музыка. Я в 13 лет попросил у мамы гитару. Просто на день рождения гитара. Она говорит, что тебе купить? Я говорю, гитару. И ровно год, не имея возможности учиться, я просто наслаждался ее звуком. И даже не было какого-то специального желания пойти и научиться на ней играть. Просто звук. Когда-то где-то в гостях я приложился ухом и по струнам. И это произвело такое впечатление мощное, что мне больше нужен был этот звук, этот объем, эта глубина извлекаемого. А потом, естественно, качественно, это когда ты уже готов, приходит момент, и это случается. Мой друг, к сожалению, его нет уже с нами. Эльбрус, старший мой брат. Как брат мне, по-настоящему, с кем я вырос. Вот он поехал гостить к родственникам. И там дядя его научил нескольким аккордом. Вот так началась еще одна страничка в моей жизни. Потрясающая страница. Первую песню Высоцкого я выучил. «Если друг оказался вдруг». И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, Плох он или хорош. Парня в горы с собой тяни, Не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной. Там поймешь, кто такой. Наверное, это одна из самых достойных песен, достойнейших образов этого мира. Особенно в динамике развития ребенка. В таком возрасте. Когда вот это пацанское, Вот это вот, оно главнее всего. Когда ты учишь зубы стискивать. Себя учишь. О чем эта песня в глокучих берез? Мелодия полная, Света и слез о родине. О чем за холодным гранитом границ, Тоска улетающих на зиму птиц? О родине. И думы мои, и молитвы мои, О родине. О родине. Только о родине. Под солнцем болящей мы в снежной дали, И думы мои, и молитвы мои, О родине. О родине. О родине. В минуты печали, К одину невзгод, Кто нас приласкает, И кто нас спасет. Родина, Милая Родина. Милая Родина. Кого в любых холодно нам надо согреть, И в трудные дни мы должны пожалеть. Родина. Милая Родина. Милую Родину. Под солнцем болящей мы в снежной дали, И думы мои, и молитвы мои, О родине. Когда мы уходим в межзвездный полет, О чём наше сердце земное поёт, О родине. Живём мы во имя добра и любви, И лучшие песни твои и мои, О родине. Только о родине. Под солнцем болящей мы в снежной дали, И думы мои, и молитвы мои, О родине. Только о родине. Под солнцем болящей мы в снежной дали, И думы мои, и молитвы мои, О родине. О черной дали. О родине. О родине. О родине. О родине. О родине. В чем эта песня, благучий перевоз, Мелодия, полная света и слез? О чем эта песня, благучий перевоз? Почему ты несешь именно светлые образы? Как вот эти образы, которые ты несешь, они меняют судьбу людей? Ученые провели эксперимент и обнаружили, что если на воду говорить именно слова «любовь» и «благодарность», она максимально становится родниковой, максимально приближенная к роднику, к роду, к истинному своему состоянию. Наверное, жизнь надо прожить, да, в какой-то степени надо что-то испытать в жизни, чтобы понять, что именно любовь и благодарность – это основа и заложенная основа самого мира. Тот, который нас творил, он творил это посредством любви и благодарности. И, конечно же, каждый творец это знает. Вызвать в другом человеке любовь и благодарность, признательность – это высшая из чувств, какие можно испытать. А особенно, когда это зал, и там 30 человек, 100 человек, которые смотрят на тебя. Если ты вызываешь в них такое чувство, то потрясающим образом ты начинаешь понимать масштабы замысла того, кто сотворил этот мир. Когда на антагонизмах, на противоречиях было все создано, но это противоречие определило некое состояние, некое то, что формирует, что склеивает все, имеет середину вот эту золотую. И оно естественно. К этому моменту действительно человек приходит, видимо, зрелость. Зрелость уже – это, наверное, были разные состояния, но из жизни я взял самый главный урок. Не сопротивляйтесь любви. Вот этот урок. Не сопротивляйтесь любви Всевышнего, и вы поймете масштабы и объем того, кем являетесь. И в искусстве я всегда именно подчеркнуто, подчеркнуто испытываю к каждому человеку, когда пою переживания, подчеркнуто сильной любви, генерируемой. Я считаю, что любовь – это не какое-то состояние моего аккумулятора, я тебе сейчас прикурить дам с него. Это мой генератор. Если я ее генерирую, она существует. Иначе с позиции аккумулятора мы бы истощились, каждый в своей деятельности. Мы бы истощились очень быстро, но природа нам подсказывает, что мы генераторы, мы генерируем идею, генерируем ее. И не должны останавливаться. Поэтому, когда я пою, ощущение, как будто и вот сейчас я готов умереть, по-честному. Это вот последний раз, и все, вот сейчас. Когда настало время темной стороны творения, и маятника середин ушел в глубины тьмы, тогда закрылась воля вольная, уснули все народы, разрушились мосты между небом и землей. Сквозь тьму пытался проникать во времени, Творец любовью своей созидал. И даже маленькой, последней утровинкой, Он осознание в этом мире утверждал. Но, видя тщетность всех усилий, Сам вакуум тьмы вопрос Творцу задал. Неужто ты не видишь ясновоки, Несовершенны все творения твои? Смотри, как хищники в пространствах носятся И поедают осознание живых. Люди уже забыли чувства вечности, Вернулись в хаос изначальной мглы. Их семя на утехах все разменено, Мы их согнули. Духом воплоти. Признай, Творец, что нету завершенности В игрушечных творениях твоих. Но выбор сам собою снова просится. Экзамен времени, отрезок тьмы. Посмотрим, что из этого получится. Великий Светоч, через время посмотри, Я лучших уничтожу. Пусть потужатся, чтобы изнутри Тебя собой найти. Пять тысяч лет мгла холодом сомненья, Стремилась знания стереть, закрыть пути. Им удалось войну явить смятенье, Чтоб сильные друг друга извели. Когда среди лучших лишь один останется, Он знания в себе должен нести. И так случилось, что в роду у каждого По одному избранники судьбы. О, как же трудно было этим выжившим. Тьма все закутала, и некуда идти. Почти вслепую пробираясь, цели все, Со всех сторон горам они брели. Их всех вела мечта внутри ожившей, Последней искоркой растоптанной души. Они друг друга видели в сновиденьях, В какую сторону указывать идти. Единая мечта над ними вспыхнула, И всех в ущелье привели пути. Поэты, мудрецы, всяк-целители, Художники, танцоры и певцы. И каково же было удивление, Когда подобных самому себе. Вот это было настоящее вдохновение, Когда сплотились все вокруг мечты. Одной мечты, одной мечты, Одной мечты, одной мечты. Ну, а у темных строго сшитая, Под корень все срубить и доказать. Творцу гармонии великой, Что он неправильный родитель, Коль деток своих не успел спасать. Узнают в мире все, Про замысел творца, Чужие лампочки ему до фонаря. Чужой не светится, А свой любовь струит, Ведь на любви земной Весь мир святой стоит. Узнают пришлые за замысел творца, Чужие лампочки ему до фонаря. Чужой не светится, А свой любовь струит, Ведь на любви земной Весь мир святой стоит. Шестнадцать образов великих, Неукротимых, крепко слитых, В едином вешнем вдохновении Предстали перед миром предков. Тьма тут же сразу раступилась, И тщетно тьма уже не в силах Сломать намерение творца. Нельзя сломать намерение творца. Сильней всего его мечта, Сильней всего мечта творца. Узнают в мире все Про замысел творца. Чужие лампочки ему до фонаря, Чужой не светится, А свой любовь струит, Ведь на любви земной Весь мир святой стоит. Узнают в мире все Про замысел творца. Чужие лампочки ему до фонаря, Чужой не светится, А свой любовь струит, Ведь на любви земной Весь мир святой стоит. Если у меня получается вот так вынуть из себя, Вытрясти из себя вот эту дрожь, то получается и коснуться, Бережно прикоснуться, Пробить может какую-то пелену. Иногда это ощущение, что ты стену рушишь, А иногда ощущение, как будто ты нежно касаешься, Нежно вот так вот ладони, мягко-мягко, Касаешься и говоришь, Брат или сестра, Не бойся, мы вместе. Не бойся, в этой вселенной, как бы холодно не было, Мы вместе, мы одно целое. Нас любовь только согревает, так все специально сделано. Мы должны из жажды прийти к этому ощущению, жаждать его. И тогда напоится каждый водой этой, родниковой, родник, родник. Любовь и благодарность, вот оно искусство. И прошлого, и настоящего, и будущего. Если оно основано искусством на благодарности и любви, Оно становится творчеством, оно из искусственного усилия Становится актом творца и наполняется живой энергией, Непостижимой пространственной формы, которая пытается и здесь, и сейчас, В момент этого акта, усилить свое давление И усилить и вызвать это ощущение прилива сил жизненных, Прилива благодати и осознания, Умножение ее в точки этого бытия, настоящего времени. Я когда-то вновь вернусь, Древом жертвусь, Расскажу о прошлых жизнях и к груди твоей прижмусь, Дай живого молока, потерпи чуть-чуть земля, Твой сынок солнечный ветер, доченька живого, да, мечта. С неба летит светом творимый, Солнечный ветер, я-я-я-я, живопада. Солнечный ветер, ветер, я-я-я-я, живопадад. Творец из духа своего Мечтой великою собою От живых огнею водой Эфир, рождающий субой Из клетки в клетку скорость света Соединяет твое единство Чтоб множе мой его един Мечта с неба летит Светом творимой Солнечный ветер Живопада Солнечный ветер Живопада Человек способен Он узреть Творимое собою И только он во из ночи льнул В себе несет Рад звездных тайну Он семя знает Зреет зрячее Воду вживляет Ведой вечер Дитя узреет Знает плоды Творячие собою Виде Он знает Бога в сотворении Налился Как в кувшинь Через темя В ночи Изначально Звезд затмене Для человека В ночь на время Приидет Чтоб закрылось темя Чтоб свет в себе Самом сознать И дух к свободе Не устремляет Мечта К небу летит Светом творимое Солнечный ветер Живопада Солнечный ветер 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 Я-я-я-я-я-я Живопада Да ночь отступит Лишь тогда Когда земля Как детка-матка Да осознает Сын и доча Тогда мечтать и лучи света Сквозь му пробиться к веду свету Ко душам предков родовечей К образам животворячей мечтать К небу летит светом творимой Солнечный ветер, живопотан 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 Опять приходит момент, седина уже Смотришь на окружающих Мы все взлетаем и потом сгораем Как в песне бабочка Может в песне бабочка будут эти слова уместны Бабочка, бабочка Летит цветок хоть коротка Та жизнь летящих в небе Ползучий взмыл, успел, взлетел Летит цветок по небу И пока она есть, это потрясающая игра На противоречиях Всегда обязательно Противоречия вот этого мира Это ткань этого мира С ней нельзя не сразиться От нее нельзя уйти Мы ее примем так или иначе Мы будем в этом состоянии находиться До победного А победа будет за нами Потому что отказ от сопротивления Дает тебе ощущение Папы, который говорит Сынок, выдыхай Выдыхай Спокойно Не бойся Я тут Я тут Только я в пространственном явлении Я снаружи А ты вот как шнурок висишь Выделенная связь Это твой кабель Вот такой Он тебе дан для того Чтобы ты всю полноту внутри ощутил И ты не можешь снаружи Вырваться меня за причинное место схватить Не можешь никак Но ты можешь ощутить Мое присутствие Определенным образом Дыша Понимая Определенным образом Внимая А то, что это одно целое И мы уже в нем Вопросов не осталось У меня По крайней мере Не осталось вопросов Это мое счастье Это то, чего я считаю Заслужил Если мне Господь дает Если мне Всевышний дает это ощутить Я считаю Что я это заслужил Именно заслужил В том, что я это понимаю Осознаю И вот искусство То творчество Не может быть не светлым То творчество Направлено к душе человека К его глазам Оно не может быть не светлым Что кроме света Делает наши глаза красивыми Когда оттуда сияние идет Лоск идет Вот тогда они красивы Эта песня С тем огромным Который меня очень-очень сильно любит Очень-очень сильно любит Так сильно любит Что мы даже представить себе не можем Мы даже не можем увеличить это Если даже захотим хоть как-то это осознать Потому что здесь В этом временном Выделенном портале Вот этой связи Мы бессильно ощутить Бесконечное Внешнее Пространственное Но это такая часть тебя Такая неотъемлемая часть Что мне довелось Испытать клиническую смерть Дорогие мои И почувствовать И войти в это состояние Тотально Покинуть тело Увидеть себя со стороны Отойти Просто из этого мира А потом Этот огромный любящий Огромный Мыслью своей Я побыл там Я не хотел возвращаться Просто отправил меня назад домой Я встал с кроватки И побежал И очнулся я где-то там в полях Уже за домом У нас были поля колхозные Я где-то там очнулся И в себя пришел От того, что сплю Калачиком свернувшись В одних трусах Я просто встал и побежал Это песня Мальчика, который был бессильным Даже выходить Я просто после этого сна встал И побежал Навстречу солнца И бежал, бежал, бежал У меня тепли слезы И с тех пор, видимо Что-то во мне изменилось Кардинально Этот образ остался И он В том числе и стал песней И я стараюсь всегда Вот вложить туда Вот этот вот момент И прошу Всевышнего Чтобы он дал мне силы Вдохновения Вложить туда то, что я пережил Тогда, когда я бежал На встрече с солнцем На встрече с солнцем На встрече с солнцем Миллионный лет Миллионный лет Стремясь лететь Цветок расправил Прильяло А гусеница Шелка в ряд Мечту ее увидим И очень много-много лет Свою судьбу Свою судьбу Не принимая Стремилась Красота Взлететь Стремил Ползуч Крыльями Махая Они Играли для земли Свой вечный Совершенный Танец Она Стремила Лепестки А он Взлететь Пытаясь Непостижимо Бытие В одном из Вечных Качеств Она Красива И мила Он В творчестве Стремил Летит Цветок Ход Коротко А жизнь Летящая В небе Ползуч Взлетел Успел Летит Цветок По небу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Экипо знания шаги В живой природе вечным правил Пусть счастье бабочкой парит Над миром созевтая Она крылами для него А он мечту расправил Летит цветок хоть коротко До жизни летящих в небе Ползучий смысл летелось, прелетит Цветок по небу Субтитры создавал DimaTorzok Мы можем летать Бабочка полностью подтверждает Саму эту теорию трансформации Понятия И все заложено настолько Это как по целесообразности Вот для этого вида Это целесообразно Из ползучего состояния Выйти в другую сферу А нам это как урок Просто факт Это явление Которое попадая нам в глаза Говорит А очень много Нам то есть не надо Пытаться вырастить крылья Бабочка за нас это делает Все Она дает нам переживания Нам осознание дало Все, все, все Закрепили осознание Понимаем чем мы являемся Что мы можем Или там Ящерица хвост выращивает свой Или акула зубы потерянная Тоже о чем говорит О нашей способности К регенерации К жизни Мы живучие Мы живучие И это подсказывает нам Даже наша история Такие живучие Нас невозможно Вот так вот пальчиком задавить Это серьезно И тот урок Который мы вынесли И тот что мы сейчас несем Каждый из нас Своем роде Родис Каждый род свой несет На нас остановится карма Тех кто первые осознают Они станут Более эталонное состояние Передается твоим родственникам И они тоже выравниваются Хотят они этого или не хотят Просто Объем осознания увеличивается Сидит твой брат рядом И все достаточно Ничего даже говорить не надо Люби его Если ты способен Понять Христа О чем он говорил Люби его Затопи его любовью Даже без слов И вдруг начнет все меняться Кто этих чудес не видел в жизни Попробуйте Если кто еще не испытал Это чудо Чудо жизни Заложенное в самой жизни Внутри нее И оно требует обнажения Мы должны это зерно вытащить Понять Вот оно Вот оно Как работает Господь милостивый Пожарю Так и не сказал Вот чем отличается Певец от барда Который несет Именно светлые образы Он Он как бы Формирует Ну то есть Будущее людей Которые его слушают Формируется Их будущее И Тот человек Который взял на себя Эту ответственность То есть Есть просто певцы А есть барды Которые формируют Светлое будущее Наше будущее Что формирует Настоящее Именно настоящее Формирует наше будущее В онном времени Здесь и сейчас Происходит будущее Потому что Как я Что я посею То и пожну Предки просто говорили Какой мерой меришь Ну тебе так же отмерится А когда я мерю Сейчас мерю Если я сейчас С ком-то вызвал свет Конечно это отразится На его будущем Мало того Если рассмотреть Песню Повествующую О будущем Например той же Машеньки В песне Машенька Представляешь Куда я гляжу Я в ее дальнюю даль Смотрю В ее судьбу Я посмел В эту судьбу Если не привнести Что-то Но пожелать Этого Арфа Божественная арфа Струны ее Пожелания Мы что друг другу можем Мы только вдохновлять Можем пожелать Можем друг другу Чего-то И вот это пожелание Скорее всего Бардом считается тот Который максимально честно Максимально сильно Способен пожелать Другим людям счастья Конечно оно воплотится Потому что Когда мы вместе Коллективной мыслью Вспыхиваем Происходит Некая масса Энергетическая Более весомая Чем когда мы отдельно Можем формировать Свою мечту В деталях Масса И мы заряжаемся Друг от друга Получается Рядом люди сидят Произошла вспышка Единая Осознание В одном направлении А я раздражитель Я просто вызвал Это состояние И эту мысль Вот в чем Причина просто в том В количестве энергии В объемности И тогда в этом месте Вчера произошло Что-то единое Поэтому все чувствовали Присутствие Духа Святого Без преувеличения То что мы называем Духом Святым Это наша общность Это наше единение Когда мы Беремся за руки Вот это вот Дух Святой Нас становится больше В объеме И только так Здесь нужно Понимать Что Все это Запрограммировано Жили общинно Родовым строем Соборность была Высшим понятием Собираемся вместе И имеем Слово Каждый имеет слово И в этом решаем И бытовые Свои задачи И духовные Но кто-то из нас Как Или старцы-молитвенники Старший Выходит с чашей И взмолился Богу Всевышнему Младшие Стали вокруг И вместе поддерживают Это Ликом Ура 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 И раскачивают Он опять что-то говорит Ура 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 Вместе Вот эта вот сила Поднимается Вот этот дух И все единость Что чувствуют Он говорит слова Он чего желает Счастья желает Всевышнему Взывает Он К духам Прародителям Ко всем Взывает К фарну Которую они Не забрали С собой В тот мир Счастья Которое Они на земле Оставили Благодать Которую Они заповедовали Нам Конечно Дух Мы все Просыпаемся Тук Тук Выстраиваются Генетические Какие-то связи Выравниваются На уровне ДНК Не менее Хотя Если мы хотим На материальном уровне Понимать То это где-то На уровне ДНК Антенка Уже доказали Ученые Понятное дело Что никакой информации Там не хранится Оказывается Антенка Там стоит Причем Титанова С чем-то Смесь Титан И еще какой-то Металл Смесь Представляешь Антенна стоит Сделали по ее конфигурации Различные антенны Различной площади И потряслись Тому Что он ловит Вообще Весь диапазон От метровых Дециметровых И еще Каких-то Волн Удивились Удивились Потому что Она сама Проста Как таковая Вот эта железка Внутри Нашего ДНК Оказывается Представляешь На тончайшем уровне И оказывается Там не хранится Информация Информация Хранится В общем файле В общем доступе Как мы Вайфаем Подключаемся К общему доступу Вот если Эта связь работает Человек адекватно Может картину мира Иметь Адекватную картину мира И там имеет значение Его родовая связь И его соборность Общность Поэтому Барт Отвечая на твой вопрос Более конкретизированно Барт Это тот Который Вызывает Единую мысль В правильном направлении В созидающем Правильном направлении Потому что Завещано предками Живите Плодитесь Размножайтесь И если мы Соблюдаем Это правило Мы Конечно Ради детей Ради лучшего И благостного будущего Мы Своими Мечи Закопаем Куда-нибудь Или смажем Да повесим Имея Правильное отношение Даже с мечом Чем он является Потому что Наша основная задача Завещанная предками Это размножаться Это увеличиваться Именно в масштабах Осваивать землю Чтобы земля Не сиротливая была А в ней был творец Садовник У сада должен быть Ухаживать Кто-то должен Кто-то вовремя Должен Своими глазами Вот это все любить А тогда все ладно Начинается Вот это ладность А Барт Раздражитель Он только царапает Чуть-чуть Чуть-чуть Напоминает Или Не проще сказать Постучиться Это тот Это тот Который постучался Туда В дверцу У сердечка Есть дверца Такая Я постучался В него И раз Открывается Эта дверца И что-то происходит София Это действительно потрясающая Опять-таки Песня Каждая потрясает Она рождается Из чего-то Потрясающего Всегда Я смотрел на девочку По имени София Маленькую девочку Очень одаренную Вот как дети Индиго Вот у нее Мысль На такой скорости Двигалась Мы были Удивлены Просто Насколько она Схватывает Насколько у нее Работает Процессор И вот глядя На ее игру Она там Такие лилы Закручивала Я просто написал Песню Как переживание Прямо сидел И карандашиком Где-то взял Листок бумажки Взял Карандашик Какой-то цветной Он до сих пор Где-то бумажка Хранится Память Я взял Прямо ее Карандашик И этим Карандашиком Написал Песню Стихотворение И потом Взял гитару И начал петь Пока она играла Все Вот это Ее лилы На кончиках Пальцев А Всевышний В аспекте Ребенка Это какое-то Запредельное Состояние То С чем мы В этот мир Приходим То С чем наши Дети К нам приходят Это самая Главная Награда Вообще Ребенок С чем он Приходит В мир Что он Несет В себе Это Великое Это Вот одно Из тех Переживаний Я дала Жизнь Нам Легенду Свою Как Родилась И познала В раю Девочка Ангел Из вечной Мечты Что Предстоит Творить Для любви Эту Богиню Софией Зову В сердце Людей Она Ищет Приют Чтобы Родить Там Своих Дочерей В помощь От ложных И темных Едей Маленькая Девочка По имени София Ты Меня Богиня На песню Вдохновила Первую дочку Надеждой Зовут Мы без Нее Не познали Свой Путь Это Она Нам Прозрение Дает Наша Надежда Над смертью Встает Это Свобода Не бойся Ее Это Всевышний Стучит К нам В окно Чтоб Мы Для Веры Открыли Глаза И для Любви Распахнули Сердца Маленькая Девочка По имени София Ты Меня Богиня На песню Вдохновила Маленькая Девочка По имени София Ты Меня Богиня На песню Вдохновила Вторую Дочень Верой Зову С Верою Честным Становится Путь Станет Молитвенным Словом К отцу И Вдохновить Нашу Эду Мечту Вера С Надеждой Это Огонь В мыслях Растопит Ледовый Заслон Это Всевышний Нам Силы Дает Это Любовь Воплощение Ждет Маленькая Девочка По имени София Ты Меня Богиня На песню Вдохновила Маленькая Девочка По имени София Ты Меня Богиня На песню Вдохновила София 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 숨о가 София София Третью дочку Любовой зовут Она рождается Там, где Уют Там, где Вечной природе цвету дерева, Где мы для любви построим дома, Где помечтаем о детях своих, Дружным народом венчая двоих, Чтобы умножилась люба любовь Вечною радостью вечных дорог. Маленькая девочка, по имени София, Ты меня, богиня, на песню вдохновила. Маленькая девочка, по имени София, Ты меня, богиня, на песню вдохновила. София, 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 София. София, София, София. АПЛОДИСМЕНТЫ И она меня спрашивает о происхождении. Я ей говорю, что я вдохновленный маленькой девочкой Софии написал песню. И вот поздравляю я ее с днем рождения как-то. И она мне смс-очку пишет. Марат, а ты можешь про меня сложить песню? Представьте себе, вот озадаченный Марат получает такую смс-ку от ребенка на свой день рождения. На ее день рождения, значит. А какой я подарок на расстоянии могу сделать? Я просто взял и четверостишьями поотправлял вот так. И отец ей читает, уже убаюкивает ее. Это уже вот поздно. Значит, перед сном это все происходит уже к концу дня. И он ее убаюкивает, еще читает. И она усыпает под последнее четверостишее, усыпает на сон грядущий на собственный день рождения. Вы понимаете, какое счастье мне было дано. И это тоже такая, кто слышал знаменитая песня Машенька, она живет уже своей жизнью. Сегодня кто-то со сцены пел. Вот, по-моему, да, брат. Спасибо тебе. Да. Это вот Машеньке. Это сейчас вот Машеньке. И посвяти Машеньке. Машенька жила в деревне, добрый там народ. Родимый дом в поместье, отчим, райский сад и огород. Мечта рождала ее в марте, 21 числа. Как раз весенний Новый год рождалась новая звезда. А Богу Родица ее сильно-сильно оберегла. Своей благостью питала ее дивные глаза. Когда смотрела Маша в небо, отражалась в нем мечта. Она родить хотела, благородное дитя. Когда я вырасту, сказала Маше, звездным небесам. Дождусь любимого и сотворю с ним в нашем доме храм. Я буду нежной и родной. Он явит мужество собой, чтоб воплотился от любви наш ангел Божий земной. Пускай же сбудутся мечты, Мария, звездное дитя. Будь честной, сильной, устремленной и открой к небу глаза. Отец Всевышний слышит песню, матерь мира ждет тебя. Богу Родица всегда рождает Божие дитя. Когда свобода повенчает волю вольну твою жизнь. Способна станешь к сотворению. Ты не видь нигде границ. Ты просто будешь повелительницей. Счастье свое самый нужный твой. Учитель, осознание твое. Ты осознаешь, что жизнь возможна. Только сильным духом знать сильно. Ты женщина всесильна. Сила твоя благодать. Ты будешь женственной, родной. Он явит мужество собой, чтоб воплотился от любви ваш ангел Божий земной. А Богу Родица ее сильно-сильно берегла Своей благостью питала ее дивные глаза. Когда смотрела Маша в небо, отражалась в нем мечта. Она в любви родить хотела благородное дитя. Машенька растет. Прошло сколько лет уже? Наверное, точно 7 или 8 лет прошло. Она выросла. Красавица. Поет. Она встретила. Насколько я знаю, все сбывается. Она свою судьбу, свою единственную любовь уже встретила. Очень там такие чувства. И поддерживаем мыслью своей. Пусть каждый раз, когда я пою, я говорю им, пожелаем Машеньке счастья. Я ей говорю, Машенька, ты понимаешь, что мы с тобой наделали? Маша, я говорю, все уже, от этого уже не отвертишься. Отвертишься, все, теперь будем надеяться, ждем твоего ангела, ждем твоего счастья. Покажи нам его, чтобы мы им гордились, чтобы мы, вспоминая, говорили, вот, посмотри, у моего друга, доченька, чтобы я эталон был где-то, чтобы счастья больше на земле было. И мы должны, естественно, и создавать, и вот, вот, чувствами, ведь образ творимый нами, создает реальность. Здесь каждый готов это понимать. Здесь такого рода люди уже, на такой скорости мыслящие, что мы понимаем, насколько важно именно вот ответственность взять за то, что мы делаем, над чем, как мы творим, какой силой утворишь, вопрос себе задать. И вот это высшее, пусть оно у нас будет, как у детей, вот это вот, мы создаем, и вот это детство, чтобы мы его не потеряли, основалось вот тут детство, ребенок все время творит, продолжает творить, не ради чего-то, не ради цели и того, что он в конце что-то получит, нет, ради самого действия, ради самой игры ребенок играет, вот так, чтобы мы тоже играли, благословляли друг друга, лучшие качества, друг други видели и прославляли их. Вот он, ангел, самый главный здесь. Добрыня, он меня сопровождает. Конечно, он поет постоянно, я его слышу. Блин, озадачила, ты смотри, а. Надо намотать на ус. Певцы, они создают будущее, вот допустим, когда поют хоразбрать и песни поют, они вызывают эти чувства, понимаешь? Они меняют будущее и судьбу тех людей, которые слушают их песни. А певец, он меняет будущее тех, кто его слушает. Так вот, Барт, это человек, который взял на себя ответственность, принести его в тюрьму. Ну, видишь как, я бы чуть, может быть, раньше, я бы так сказал. Буду честным. Считаю, что у духа времени нету изъянов. И если так происходит, то надо понимать почему. А я оправдываю это, потому что в тюрьме сидим. А на зоне только так. Когда ты откинулся, первое, что ты делаешь, украл, выпил и опять в тюрьму. Потому что мы это из классики комедийного жанра знаем. Это комедия, это трагикомедия, если хочешь. Потому что нельзя однозначно осудить субкультуры, которые существуют сейчас в плоскости, где их уже принимают. Искоренить их точно так же невозможно. Потому что если искусство более высокого жанра, более тонкого жанра способно перекрыть, перенаправить людей из первых чакр в более высокий. В этом и есть смысл искусства. Но запретить или однозначно сказать, что это плохо, не могу. Потому что среди даже тех же рэп исполнителей, ребят, очень много лирики, очень много поэзии заставляющей задуматься. Потому что это тоже ребятишки, которые как бы из тюрьмы. Мы все из зоны, большой зона. Это адекватная реальность. Мы понимаем, что сама система холодна. Она не заинтересована в твоем развитии, она заинтересована в удержании своих позиций. Поэтому мы системные люди и мы понимаем, что эта система на нас надавила так, что пусть я здесь сейчас творю свое и там кому-то легче станет. Я понимаю, что неизбежно выходить и людям предлагать другое искусство, другое творчество, чем я и занимаюсь. И может быть этот фильм поможет людям увидеть и другую форму искусства. И если кто-то изменится во вкусе к музыке, к искусству, так это для меня такая радость. Воистину радость для меня это, что если я могу человека вдохновить и он поднялся на более высокие вибрации, мы же не всегда только здесь бываем. Мы тут бываем, понимаешь, и тут на уме бывают. Человек часто в суете, в явном мире что надо, по полкам раскладывать. Это все вот суета, которая порождает определенное состояние. Я не могу вечно находиться в благости. У меня бывает, вот попробуй мне подрежь там и послушай, что я говорю, когда меня подрезают. Ты удивишься вообще. Но потом, единственное, с чему я научился делать вот от этой реакции, когда с меня вот это выходит, воин сразу достает меч и кого на пятаки порубить. А я знаю, что сейчас через 10 секунд это уже в башке сидит, меня уже поцарапали. Мое стекло кто-то взял и ножом вот так вот поцарапал. И эта царапина, ну может пройдет, ну надо полировать ее. Я понимаю, что поцарапано. Ну где-то как клинит CD-диск, играет и где-то царапина. И он так-так-так начинает вот это вот. Я понимаю, нормально, нормально. И понимаю с молодежью, что действительно, если у нас даже такое сейчас сформировалось, то мы должны общность иметь, самое главное. Общность. Когда у нас общность есть, мы выравниваемся, друг на друга глядя выравниваемся. Конечно, влияет песня, но не до такой степени, что у тебя не остается шансов. Если ты послушал кого-нибудь там, он любую культуру возьми сейчас, субкультуру, которую нам пытаются впендюрить. Вот это вот. Вот я так понимаю, что если бы, допустим, у меня было право запретить, я бы не запретил. Я тебе так скажу. Я бы не запретил ничего в этом мире. Он поэтому должен быть гротескным. Это гротеск. Мы видим человека-панка какого-нибудь, который не моется, короче. Идет там, короче, вообще какой-то. Что-то с ним происходит. Это наш брат. Он в гротеске. Он ищет Бога. Он просто не просит у него. Он спит. У алтайских горных жителей понятия сумасшедше нет. Они говорят, сонный, спит. Привязывают к столбу и начинают на гайкой колотить. И он через какое-то время говорит, что вы, суки, делаете. Он в себя приходит и говорят, о, проснулся. Развязывают его. Говорят, да все нормально. Он сразу начинает спрашивать, где там жена, где дети мои. А че там этот. А че там тот. А че вы меня бьете. То есть наезжать начинает. И когда вот наезжать, он начинает, с него вот это выходит. Он проснулся называется. Вот и все. Мы же не верим в простоту вещей, что он мог уснуть и неправильно проснуться утром. У него какой-то участок мозга, отвечающий за важные функции, восприятие. Просто не работает. То есть спит в литургическом состоянии, что проверяется томография. Я еще к физиологии имею отношение. К медицине. Глицеральной терапии. Нашей исконной традиционной медицине. Древней. Когда гиппократовской. Когда это все поправляется. Это все исправимо. Это физиологическое состояние. На данный момент. Вот с нами то же самое происходит. У нас есть физиологические состояния общества. Различные. И мы наблюдаем. Если есть патология, то вот методом взять, отрезать, ни в коем случае. Я говорю мять. Мять, мять. Приходим туда на их концерт. И там тоже споем. Давай так сделаем. Посмотрим реакцию людей. И споем им что-то похожее на их, но с другим содержанием. Это как хороший чай тебе дали. И ты наконец-таки. Ой-ой-ой. Это что за чай? А это хороший чай. Он подобран. И еще собран правильно все. Это вообще тонко. И тебе его подают. На. Вот выпей чаю. И ты свой чефир уже не можешь пить. Все уже. Потому что ты знаешь вкус. Поэтому все что мы можем делать. Выходит бард это еще мало того. Тот который еще идти должен в народ. Идти и говорить. Ребята. Давайте споем. А что будем петь? Ну вот. Можно я спою свою песню? Можно. Давай. Пой. Вот это да. Вот это еще можно назвать служением. Это ну тему то я. Я почему я так деликатно говорю. А я говорю что. Хирургическим путем. И методом репрессий. Мы уже шли. Много раз. И до сих пор идет наша медицина. Даже сталкиваясь с онкологией. Они что делают? Они убивают всех. И хороших и плохих. Хиросима и Нагасаки. Сбросили пару ядерных бомб. Две химиотерапии сделали. А там уже от мозгов мало чего остается. И всегда человек выживает. И мы должны понимать что таким способом невозможно. Репрессиями. У нас самое мощное тоталитарное государство было. С репрессиями. Со страхом. Нет. Надо принцип убрать. Надо понять что парты в школе должны по кругу стоять. А учительница вокруг должна ходить. А детишки друг на друга смотреть. Когда учатся. С самого детства. Как в садике. А потом в садике они нас кругом сажали. А потом посадили в направлении авторитета. Которое диктует тебе. И ты сидишь. Сидишь. И вот слышишь. У тебя нет взгляда на другого. У тебя игры нет. Не разбавлено. Давай разбавим процесс. Просто разбавим игрой. И все восстановится. Что детишки время от времени вставать должны. Потягушки делать. Вот. Встаем на носочки. Напрягаем руки. Вот они крылышки назад. Вот. Какой-то сколиоз может быть. Какой сколиоз может быть. У детей у нас через одного. Со зрением плохо. Тут сдавливает. Он-то сидит вот здесь. Корешковые нервы напрягаются. Вот они почки. Сразу садятся. Копчик. Давление на копчик. Застой в малом тазу. Почки присели. Вот тут напряглось. А отсюда не идет в глаза. Кровь. Это физиология. Я сейчас вообще не преувеличиваю. И это убирается очень легко. А им сразу раз и костыли на глаза. Очки одевают. А дитё не хочет это видеть. Ему надоело. Мы сами ненавидели по-честному все. Эту школу например. Эту систему. Они сейчас ненавидят. Вот у меня сын учится. Я же вижу как оно им удается. Интерес только в одном. Сверстники. Друзья. Опять все сидим в одной зоне. Ну что тут. Сидеть можно. Да где угодно нормально. Можно жить. Если ты нормальный пацан. И вот этот вот момент. Понимаешь. Где ты все равно будешь там. И вот тут начинается иерархия. Раннее. Ненужное. Где не иерархично должно было развиваться. Кто сильнее там. Кто быстрее там. У кого шмотки. У кого папа круче. Это. Не вот если бы не так развивалось. Все было бы грамотно. Потому что в природе грамота написана она. Она же на любви. На круге основана. Да. Ну давайте парты кругом поставьте. И посмотрите что будет. С самых первых классов. От садика приходит человек. На закруглые парты стоит. У него интереса к другим уже не будет. Они отвлекаться не будут. Глядя друг на друга. Потому что они насытятся уже вот этим моментом. А глядя друг на друга. Только подталкиваемые завистью или чьим-то успехом. То уже будут стараться. Потому что они видят это вот здесь. А не вот так вот. Понимаешь. Все. Убери вот сам принцип. И дай человеку вставать время от времени. И напрягать сухожилие. Освобождая его от застойного состояния. Сознание. Тело. И все. И мы выравниваем. У нас отношения поменяются. Развитие. То есть уровень развития сразу поднимается у человека. И соответственно он будет слышать уже. Лучше. У него и уши освобождаются. И глаза свои. И видеть и слышать. Хорошо. И он выберет конечно лучшее. Ну послушал он ломбаду. Прикололся чуть-чуть где-то там. Вот эта нижняя форма. Она же тоже нужна. Ну праздник свой идет. Мы включаем какой-то драйв. И начинаем драйвовать. Да. Вот это вот. Он сам по себе неплох. Фундаментально. Он возбуждает в тебе причинную энергию. Он привлекателен. Поэтому невозможно искоренить. Борясь со спорнухой в интернете. Невозможно это сделать. Это причина вообще жизни. Ее нельзя вот так взять и искоренить. Можно отношения поменять. И вывести в плоскость переживание это сердце. Но тогда тебе это будет неприемлемо. Ты даже смотреть это не будешь. Потому что там все как бы примитивно. Есть другое ощущение той же сексуальности. Но в плоскости сердца. И в плоскости благости. Это какая-то тантра. Это больше. Это прелюдия больше чем сам акт. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Судорожный. Потому что это от страха. Это судороги. Сейчас нас запалят. Надо быстрее. Вот примерно вот так. Вот это от морали вообще родилось. Если с мира убрать напряжение на данный момент. У нас изменится фон. Фон поменяется. Фон станет вот такой. В саду окажутся люди. Цветущий сад. И вот на фоне вот этого сада у меня другое мировосприятие. В помещении где-нибудь сейчас в городе мы бы по-другому разговаривали даже. И по-другому бы переживали то, что говорим. Поехали. 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 показать откуда мы молоко пили а человек человека убивает по наружку он убивает представляешь убивает душу он убивает его молодого красивого сильного на наших глазах это хуже не то что порнографии это страшно если вот так посмотреть ну что мы с этим можем сделать если частью искусства стало что какой не герой он убивает всех а потом с чемоданом деньги со своей кралей садятся в тачку и уезжают куда-то вдаль жить счастливо и да да этим миром неизвестно кто правит нам иисус сказал об этом радомир наш солнышко наше христос спаситель нас он об этом нам сказал он спокойно говорю ребята не сопротивляйтесь системе система сама по себе холодно она и есть это лукавый но она обманчиво она создается условия где тебе предлагается в этих условиях поиграть в чиновника там или еще в кого нибудь это сам не тоже даже не личность какая-то специальная делает сама система определенных ценностей ну низковибрационных на уровне нижних чакр там да на уровне понимания там борьбы за территорию борьбы за кусок хлеба там не выше поэтому она уродлива в конечном итоге она тебя распнет убьет ни за что вообще как бы потому что ты мешаешь там в аптеке продавать эти пилюли и не обижайся на тех кто продает эти пилюли ни в коем случае им тоже надо посылать любовь к ним тоже надо приходить на праздник наверное в аптекаре тоже есть фармацевтов день фармацевтов вот к ним надо на концерт главный прийти туда и спеть им песни вот что мы можем сделать если к вопросу опять твоему что я могу сделать позовите меня на концерт фармацевтов я им спою песню потому что там простые живые люди сидят мамы папы сидят они тоже детишек кормят своих выжить хотят как-то нет на них греха нет специально нельзя его выцепить оттуда и сказать ты грешен за то что ты людям продаешь там антибиотики не понимаешь что эти антибиотики в конечном итоге к чему его приведут он не виноват сама общая наша система поэтому тут только только на отдаче если меня конкретно коснуться скажу вот мои руки вот моя сила вот мое сердце если они нужны где-то я готов я готов что я могу сделать сказать поладить руками или спеть что я могу сделать вот если каждый так скажет на своем месте находясь что я могу сделать для родины когда не только для себя а система говорит как бы для себя каждый за себя наполни свои карманы а потом о других думай независимо от того совесть честь а если ты думаешь сначала о совести и чести тебя это приведет к памяти а через память предков обязательно к родителям вот наступает тогда истинная безмолвие из которого рождается вообще понимание бога суета раз успокоилась тук золотая середине от будды ко христу будда тебе говорит успокойся а христос тебе говорит а теперь смотри вот то что ты видишь внутри этот свет он тебя любит теперь пойми что причина жизни тебя любит сильно сама причина жизни стремилась и отдавала вот так полностью до последней капли до последнего грамма как ты отдаешь своим детям и вот тебе и подсказка как ты относишься к своим детям так и тот родитель который породил мир тот творец также относится вообще к своему творению иначе не может он бы не смог разогнаться до такой степени чтоб стать этим ему надо было наизнанку вывернуться он был какой-то формой а потом взорвался и вывернулся наизнанку и стал этим то что переживал сильно и это дрожь из того состояния сжатия перешла вот в это состояние раскрытия иначе мы никак не можем понять это только осознать умом я пытаюсь я поэт я все время ищу слова какими они не были я знаю что они не могут даже выразить того что мы могли бы осознавать искренне осознавать плоскости жизни потому что запрограммированы на это запрограммированы на счастье на любовь и благодарность каким бы любым другим способом мы не пытались понимать этот мир у нас не получится мы все равно придем к естественному запрограммированному состоянию душа выведет душа подскажет когда закончил бог себя в себе творить как его сотворил с тех пор его не видно он стал ее красой он растворился в ней чтобы творец творца искал в любви своей да в любви своей да в любви своей да в любви своей да в любви своей а сколько можно ждать любимая моя прости что на земле еще идет война прости что не сберег светущие сады прости что не искал себя в своей любви я в своей любви я в своей любви Ева О Ева помоги Творцу себя найти, ты, Ева, вдохнови К спасению земли. Скорее, Матерь звёзд, Мне звёзд, дочку роди, чтоб детскими ногами Бог по земле ходил, по земле ходил. По земле ходил, по земле ходил, по земле ходил. Это и есть непосредственное переживание реальности во Всевышнем, в понимании того, что ты его непосредственная часть. Минус, который я в этом вижу, это примерно, когда останавливается развитие дальнейшее. Есть принципы, на которых потом всё держится долгое время, очень долгое время, и никто не нарушает этих принципов, и всё становится предсказуемым. Тогда система сама себя разрушает изнутри. Нет покоя нигде ни в чём в этом мире. Невозможно долго находиться в одном состоянии. И ведическая ошибка заключается в том, что ошибки как таковой не было, на мой взгляд. Это я с позиции абсолютно логики и механики смотрю. Механики, динамики развития всего живого. Ты посмотришь на любую систему муравьёв, пчёл, людей, как сообщество. Именно сообщество. Тут кроется здесь вот этот момент. Что-то себя изживает и должно трансформироваться. Если ты это не делаешь добровольно, не развиваешься, то на тебя выходит сила. Другая идеология. С чем мы столкнулись, когда противведическая идеология у нас уже пошла оккультная. С другими принципами, с другими знаниями, с другим воздействием, с призывом существ из Навьева мира, из тёмных миров, которые помогали осуществить им это. Но мне кажется, что всё под контролем Творца всегда находится. Каким-то непостижимым образом все направлены к нему и понимают, что нужна, например, прогрессия. И начинается вот как вирус. Он вирус нападает, он твой антагонист, он тебя убивает всегда. И степень способности говорит о том, что этот вирус становится твоим спутником. Оказывается, мы их перепрограммируем, и он уже выглядит как часть твоей микрофлоры в один момент. Они живут, продолжают жить, но уже в мире с тобой как бы. Против других, имея свою позицию, у нас микромир огромный, миллиарды разных существ со всех галактик, со всех вселенных. Мы должны понимать, что Творец всем мирность дал по кусочку, и мы совокупность. Поэтому ведические времена – это часть и этап нашего развития. И всё циклично. Поэтому и в Ведах, в более древних Ведах, в Упанишадах, описывается творение таким вот способом. Это цикличность. И на мой взгляд, это очень-очень разумно и естественно, как по природе мы видим. Это циклы, как смена времён года. А специального, например, разрушения, или, например, я хочу сейчас зима, а я хочу осень, например, сразу. Не получится, надо весны дождаться, потом лето, всё вырасти должно. Вот то же самое. Счастье-то в этом заключается, в степенном развитии. Вот у нас искорки появились, мы вспомнили, опять возвращаемся именно в благость. В то состояние благости понимаем, что, ну да, вот побыли, повоевали, помахали мячами, поиграли в разные игры. Это же всё как компьютерная версия определённого развития. Тренажёр. Тренировка идёт, идёт, идёт. Поэтому в полудрёмном состоянии происходит, чтобы сильно душа не простодрала, например. Полудрёма происходит. Почему и так и считается, что волхвы усыпили свой народ? Убрали образы просто. А те, которые в образе находились, все в бою погибли. Они же понимали, что домой. А надо было кого-то сохранять, то уж продолжал бы род. И когда они увидели, они просто перестали вдохновлять и воодушевлять, то есть напоминать человеку о главном. Поэтому плоскость меняется там. Сразу он рождается, ему меч в руки даёт, деревянный, он начинает отрабатывать. И он здесь, здесь. Не отвлекайся ни на чё больше. Ты должен выжить. Ты должен выжить. Ты должен выжить. По-любому выжить. И начинают камешки в него бросать, а он уворачивается. И это становится игрой. Воины понимали, что сейчас, если ему дать, например, вот эти техники осознания, то он не сможет драться. А драться он должен, чтобы семя сохранить. А это дороже всего в этой вселенной. Дороже всего. Чтобы это семя детишек. Провидимая рука Заведрает плаву Бога И роняется слезом Чистоблистая роса Чистота Кристалл беда Изначальный вечный свет Утро ранний твой рассвет Просыпается дитя Открываются глаза Солнца луч наполнил тьму Осветил твою мечту Из кроватки детям И бежал Бежал, бежал, бежал Навстречу свету солнцу Мысли свои направлял И наполнились глаза Из глаз очи троса Падая слезинкой с неба На цветущей лугом Росы ты соединил Воедино мир сплотил Между небом и землём Бог общается с тобой Это матушка земля Ждёт она тебя всегда Просы смело окунись И ложись, вертись Крутись Это матушка земля Ждёт она тебя всегда Просы смело окунись И ложись, вертись Крутись В любых условиях нам дали развиваться Это счастье Великое счастье И ту структуру, которую мы из этого вынесли Она абсолютно более приспособлена Чем в ведические времена И даже технический прогресс Что мы сейчас можем общаться на расстоянии Вот тренок стоит А на нём уже То, чего мы заслужили Своими испытаниями Своими именно Опытами, которые Проводили И сейчас мы друг с другом Общаемся на расстоянии Это тоже хорошо Научимся просто канализационные воды свои правильно очищать И уже будет лучше планете Трубы эти щадящие чуть-чуть Остановим Не будем концентрировать в одном месте Много, например, пагубного А если пагубное есть Давайте думать, что в первую очередь На это надо деньги тратить Не на поддержание самой там системы Да, и создание рабочих мест Рабочие места есть Кто трудится у того всегда будет Земля его прокормит Тем более еды нормальной нету У нас 30% людей вернётся домой И мы нормальные продукты начнём кушать И уже выздоровеем На этом фоне Это нормально Это развивается Сейчас уже идёт Тенденция очень хорошая к развитию Поэтому вот так мы и вернёмся к ведическим Всё будет на своих местах Воины витязи Они как родились витязями Ему надо развиваться в этой плоскости Он силовиком будет где-то Он будет в армейских дисциплинах тренироваться Подготовку иметь Ему нравится казарменное положение Общая общность такая Казачья Вот это вар Воинство И это не должно уйти Ни в коем случае Превратиться сейчас в этих Как бы вомёп таких Неспособных за себя постоять Ни в коем случае Мы это заслужили всё И это не противоречит общей дарме Жизнь это дарма Или если по-индийски Тхарма Они хоть и в тонговый звук произносят Но по-русски это звучит Дарма За дарма получил За дарма живу За дарма отдам Дарма Дар матери Дар жизни Я отдаю за дарма Это вот Вот и каждый отдаёт Отдаёт И мы друг на друга смотрим Вот На другие вибрации поднялись Вот оно Вот оно Поднялись все вместе Друг на друга глядя Достоинство Честь Честь превыше всего Аж она выше смерти И вот так мы Из этого цикла Ведического периода Переходим в новый цикл Мне кажется Что более Ещё более качественного Более качественного Скоростного Мобильного За счёт мобильной связи За счёт интернета Мы выровняем это состояние Я в этом убеждён Никакие Апокалиптические прогнозы Не имеют никакого значения Будут потрясения Неизбежно Конечно Цикличность любая Развивается Посредством тряски Это бунт Бунт Ломаем Вот сейчас Эта система Будет надломлена Но не сломлена Надломлена Общий экономический кризис Вынует людей На землю Чуть-чуть отойти Изменится отношение Уровень сознания Изменится Естественно И так и выровнится Всё Общество станет экологичным На мой взгляд За экологией будущее Я за экологию Всячески Прежде всего Любая система Должна прежде всего Заботиться об экологии Есть стихотворения Которые не могут Не стать песней Они их ждут Они сто лет ждут И когда-то Робин Дранат Тагор Переживая это В эпогее Своего духа Выразил Настолько точно Что не важно Сколько пройдет лет Пройдут тысячи лет И дай Бог Чтоб слагались Песни на его стихи Кто читал Робин Дранаты Если кто не читал Не прикасался Прикоснитесь К этому великому поэту Это потрясающая поэзия Это поэзия Глубины На мой взгляд И я посмел Я считаю Что я посмел Спеть Робин Дранат Тагор Это настолько почтение К его душе И вечной памяти Конечно Лучшим Из рода человеческого Примером Эталоном На которых Выравняемся Чувствам На стихи Великого Робин Драната Тагора Индийского поэта Могельского Довряда В этом солнечном мире Я не хочу Уминать Вечно жить бы хотел В этом цветущем лесу Там, где люди уходят Чтобы вернутся Опять Там, где пьются сердца И цветы Собирают Розу Жизнь идет по земле И рениться Миней И ночей Смена Смена И встречи Разом Чередой Надежд И утрат Если радость И боль Вы услышите В песне Моей Значит Зори бессмерти Самой В ночи Озарят Если песня умрёт, пока все я по жизни пройду, Безымянною каплею потом великой реки. Буду словно цветы, я выращиваю песни в зону. Пусть усталые люди заходят в мои цветники, Пусть склоняются к ним, пусть срывают цветы на ходу, Чтобы бросить их прочь, когда в пыль опадут лепестки. В этом солнечном мире я не хочу, как и ты, как и ты. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Это как есть святой дух поэзии всего мира, наверное, и главным образом Руси. Я памятник себе воздвиг, я рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Поднялся выше он, главою непокорной Александрийского столба. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире моих прав переживет. И тление убежит, и славен буду я, таколь в подлунном мире, жив будет хоть один поэт. Слуха во мне пройдет по всей Руси великой, и вспомнит за меня всяксущий в ней язык. И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой, фунгус, и друг степей калмык. И долго буду я любезен тем народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в свой жестокий век пославил я свободу и милость к падшим призывам. Веленью Божию забудь послушно, обиды не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Веленью своему вну забудь послушно, обиды не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Я памятник себе воздвигни рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Поднялся выше он главою непокорной Александрийского столба. Непокорный дух поэта. Непокорный, потому что развитие не должно останавливаться никогда. Ни в чем, ни в чем нет упокоя в этом мире. Видимо, так все запланировано изначально, что любой порядок разрушается временем. Любой порядок разрушается желанием изменить этот порядок к лучшему, более совершенному. И живем мы в такое время сейчас, наверное, на этом перепутье, где нам, наверное, самое главное – это вера, на мой взгляд. Вот сейчас надежды нам хватает и любви хватает, но вера наша должна быть еще ярче, еще сильнее. Без помощи Всевышнего это невозможно сделать. Когда я уже чувствую, что я сам уже не могу, тогда я обращаюсь к Всевышнему в этом замысле. Он как будто ждет, все это пространственное вокруг нас работает по такой программе. Он дожидается момента, когда ты же не сможешь вывезти, вытащить репку-то ты не сможешь. Там надо всех призвать, тащить ее. Главное – род, родитель, отца небесного нашего, сам замысел развития, скорость, на которой это все творилось, в ней все, все голограммы изначальные, все эталонные, матрицы, в которых все заложено уже, и мы не можем по-другому развиваться. И это не изданность бытия. И вот эта вера нас делает. Она уже делает из хомо сапиенса, человека разумного, который интеллектуально развит, у него все там по полочкам, вот из него делает душу Божию, дитё Божие. Вера, вера. И когда я отпускаю интеллект свой, говорю, Господи, я не могу без тебя вытащить эту репку, я не могу без тебя жить, нет полноты, нет удовлетворенности. И тогда сам страх, основной страх наш – это страх перед смертью, перед забвением. И он исчезает. И как только человек приходит к этому моменту, начинается искусство. Потрясающее желание поделиться с другим, чем ты можешь, не задумываясь. Ну, чуть-чуть есть, конечно, страх, поймут, не поймут, но это не важно. Когда мы делимся, когда мы отдаём друг другу, это самое ценное во Вселенной, самое ценное. И на этом основаны основной истины и заповеди Божие. Смысл жизни человека в чём? Первый вариант ответа – несовершенствованность среды обитания. Давайте родовые помещения. Второй вариант – среда обитания – это всего лишь средство для того, чтобы продлить род, вырастить там достойное потомство. Третий вариант ответа – что Бог, когда сотворял всё это, он не думал там продлять род, не думал о том, что там, садди там, садди там. Он, когда всё это сотворял, всю эту красоту, всю эту игру, всю эту, эти материальные, когда сотворил его, да, на вдохновение, в любви просто. И он потом хотел посмотреть, как бы, поиграть в эту игру, посмотреть, насколько это прекрасно. И он просто создал, создал человека по образу подобию своему и пришёл в этот мир, чтобы насладиться и получать наслаждение. Пришёл с женщиной в этот мир. Так вот вопрос, в чём смысл жизни это вообще? Вот мне третий вариант больше нравится. Когда мы что-то творим и наслаждаемся этим тотально, ей-богу, нету уже, как бы, как у ребёнка. За что ты играешь в эти ракушки, в эти стекляшки битые, что ты в них нашёл, говорим мы, со своей взрослой позиции. Он говорит, не мешай мне играть, мне не ради чего играть, я просто играю ради игры. Очень трудно заглянуть за завесу мира. Никто не знает, что мы там увидим. Может, мы там жернова увидим, которые нас смолят сразу. Может, шестерёнки какие-то, как это всё работает. Моей Богу, в момент проживания, каждый это знает, тотального проживания, мы знаем ответ на этот вопрос. Он становится как данность. В онном времени здесь и сейчас. Вот сейчас мы с тобой проживаем очень красивое общение. на фоне звуков природы и звуков сигнализации, где-то там, откуда-то её слышно. Как бы мир — это синтез. Мы вот сейчас только поняли с тобой, только сейчас мы поняли этот смысл. Вот сейчас мы его переживаем. Если мы оставим шанс будущему, то мы каждый день должны его переживать, задавая этот вопрос, обязательно задавая. Он очевиден, ответ-то. Он всё время будет потрясать своей простотой и очевидностью, в чём этот смысл. Но когда целая, великая дала ещё раз прожить себе же самому в новой форме, личность ещё одну произвести, тотальную личность, единую, осознанную личность, ты представляешь, и сперматозойда стать человеком. Ты это же просто потрясающе. Попасть в какую-то среду там из миллионов, ты чемпион, ты избранник судьбы, на конкурсе сперматозавров ты взял гран-при. И ты вот доплыл так вот, с юмором, дотуда. И из ничего вот эти кости воссоздал, кость вытащил из земли кости, вытащил её отцовскую, древнюю, эту кость нерушимую, остов, остов. И вот на этом остове она закреплена, жизнь. Как личность. Он просто размножился в своей личности. Он дал из ничего стать кем-то. Это нельзя оценить. Как святые старцы, отцы говорили, если бы вы знали, как Господь любит вас, какой силой Он вас любит, какой силой творит Он, какой силой Он творил, вы бы не задержались в мире страданий. Вы бы все покончили жизнь самоубийством. Поэтому получается, когда вы не готовы, у вас какой-то процессор намеренно спит, намеренно не развит, чтобы получить другой опыт и из этого опыта вылезти из болота, как говорится, вытащить себя за волосы, как Мюнхгаузен. Это акт. И он говорит, хорошо, теперь из человека разумного стань душой моей, душою Божией вечной, осознай себя вечной, живи, поддерживай здоровье, знай принципы, на котором работает все. И они везде абсолютно структурированы, эти принципы. Они не спрятаны от нас. А смысл, конечно, определится только в самим проживании. Вот сейчас смысл нашей жизни, разговор наш, диалог, съемка, вот это смысл, очень хороший смысл. Ты, как творец, в своем творчестве увидел, что надо задать мне несколько вопросов. И мы не задумываясь, по-воински, сразу никаких там рассусоливаний, я там одет не в то, причесан не так. В какой-то момент не заметят, во что ты одет уже. Если мы достойны в каком-то своем моменте на отдаче, важнее этого ничего нет. Но мы с тобой очень красивую жизнь прожили сейчас. Вот этот кусочек, очень красивую. Спасибо, я благодарю тебя очень. Благодарю, брат. Это достойно. Вот как чувствую тебя, и с давних пор знаю, помню тебя. Горизонт закрывает ножи острых скал. Тьмой во свете похожих на дикий оскал, где на склонах вершин и под толщей льда омывает твердыню святая вода. И под ножью горы капли вечной воды, превратившись в напор ругаскомом, как топоры, здесь в суровых законах не видно любви. И в сравнение лезут ножи, топоры. Рвусь наверх, меня манят седы и снега, меня тянет на риск тайна солнца и льда. Здесь огнем и водой закаляет сердце непомерная тяга узнать, кто же я. Здесь прекрасные чувства в простой тишине порождаются в мыслях сужденье извне. Тут я помню, частицы поров всех морей превратились в ледни на вершине моей. Как простая и понятна планета Земля, сколько вечных уроков дает нам она. Ты стоишь, под ногами сочатся снега, здесь вода всей земли, здесь святая вода. Сквозь лунный мир по долинам вниз прошла река, пепетала все, все, что есть вокруг та вода. Но в конце пути приходилось ей горевать. Перед ней пески из пустыни смерть скалилась. Каждый раз вода, уходя в пески, плакала. Так за что же смерть? Где же океан? Где же спас? А пустыня страх понимала и сжарилась. Не горюй вода, расскажу тебе, что есть жизнь. Мы подобны законам снеговым орехам, разносимым в мире по воле своей. Мы не больше, чем плен, и не меньше, чем пар. Мы подобны реке, ищем свой океан. Ищешь океан, лудная вода, Знаю я. Сделаю тебя, милая моя, Паранья. Не скажи ветром, Пусть несут тебя Далеко. Упадёшь дождём, Станежной водой, Так всегда. В этом мире всё На своих местах повелось. Смерти нет вообще, А сомненья есть Просто злость. И где бы ты ни был, А чем бы ты ни жил, Знай всегда. Если есть творец, Сотвори, как он, Мир тогда. Мы подобны законам Снеговым орехам, Разносимым в мире По воле своей. Мы не больше, чем лёд, И не меньше, чем пар. Мы подобны реке, Ищем свой океан. Русь наверх, Меня манят седые снега, Меня тянет на риск, Стая на солнце льда. Здесь огнём, Водой закаляет сердца, Непомерное тяго узнать Всё сполна. Здесь прекрасные чувства В простой тишине Порождаются в мыслях Суждения извне. Тут я помогу Частицы порой всех морей Превратились в ледни На вершине. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вырос в краю Заснеженной вершины Северной Осетии. Это прямое переживание, Это непосредственное переживание, Стоя прямо на льду. Но это толще. Это необъяснимо. Если вам доведётся Когда-либо В своей жизни Прикоснуться к леднику, Которому миллионы лет, И к той памяти, Что хранит кристалл льда, Это воистину Очень-очень яркое Впечатление. Это непередаваемо. Тоже опять-таки Относится к опыту, К опытному проживанию. Это настолько, Если самостраиваешься, Ты понимаешь, Что там заложено В этих толщах, В этой глубине. Там память, Реальная память. У нас наши файлы Жёсткие диски, Это оказывается ледники. И там всё. И водится наше чисто, Нескончаемо. Она там. И при необходимости Мы выжим Из-за тревых, Кривых раскладов Оттрывшись туда поближе. К ним. Хотя не стал. Вот тоже состояние. Каждая песня, Это как отдельный мир. И под него Сознание какое-то Затачивается. Вот представьте, В скольких временах Я побывал. Каждая песня, Это ассоциация С тем временем, Когда она пришла. И вот это, Именно эта песня, Она особенно дорога. Это, Как передать? Это целый мир Нескольких лет Памяти. Потому что, Когда я пою, Я переживаю память. Видимо, Как-то так получается. Передаётся Вот это состояние Того, Что ты испытал. Мы опытом делимся так. Это так важно. Это так важно. Иногда испытывать Это предельно. Как будто Это всё последний раз. Как будто Всё после этого, Пусть даже смерть. И тогда что-то происходит. Мы тогда делимся опытом. И у каждого уникальный опыт. Неповторимый, Абсолютно неповторимый опыт. И мы друг другу нужны, Как подтверждение. В зеркале никогда Своего отражения Человек не увидит. Никогда. Там субъективизм. Там настроение. Хорошее настроение. Вроде ничего. Плохое настроение. Что это за бегемот Оттуда смотрит на меня. А настоящие, Говорит, Зеркала, Это глаза другого человека. В этих глазах Отражается вечность. Это ты. Просто там. Эти глаза. Они тебе показывают, Кто ты. Всегда, каждый раз там. Мы ищем в глазах близких. Особенно самых дорогих людей. И поэтому так дорого. И в отношениях Уступчивость. Кротость. Вот эта кротость, Христианское понятие. Как бы мы Не отвергали это С позиции Там вот этого Бижутерии всей, Которая мы видим Вокруг Христа, Которая возникла. И вся вот эта вот Институты. Они все одинаковые. Система требует От них соблюдения Регламентов, Каких-то Определенных ритуалов И так далее. Но не в этом же суть, Когда мы в храм Каждый из нас идет. И чтобы почаще Заходили в храм. И мы ищем там Всевышнего. Независимо ни от чего. Что бы там Как не искажало, Но не исказит Это самого главного. Благодати Божией, Которую мы все ищем. Душа ищет ее. А кротость, Я вдумывался. Оказывается, Это короткий путь, Оказывается. Это не какое-то Вот усмирение, Когда ты себя Сам там привязал И сам обичуешься. А именно кротость. Это короткий путь. Я коротко понимаю, Я сразу понимаю, Я ищу короткий путь К Богу. А что его Кривыми путями искать? Простите, И дано вам будет. И душа, Которая просит У Бога, У Всевышнего, Он получает Самое главное Высшую форму Реализации. Преодоление Страха. А это самое главное. Человек, Когда страх Преодолел перед смертью, Он на невероятные Вещи способен. Потому что Он только Руководствуясь Любовью и благодарностью Может, Оказывается, Преодолеть страх Перед смертью. А любовь и благодарность Когда он выходит На этот уровень Защитят его От тьмы просто От невежества Проще говоря Просто незнание Любовь и благодарность Я благодарен Каждому мгновению Я учусь Благодарность порождает Во мне желание учиться Вот в тему Все знают Святого старца Гурьянова Николая Наверное, слышали Кто к христианскому миру Прикасался Его еще Статус святого Не подняли Но обязательно Когда-нибудь Это случится Все это знают Как бы готовы Все Перед этим старцем Преклонялись все И цари И простой народ На остров К нему ездили И прототипом Фильма «Остров» Если кто-то смотрел Лунгина фильм «Остров» Был как раз таки он Это великий старец Великий заступник Молитвенник Слезный старец называется Это когда он В таком состоянии находится Что он Он настолько сильно Переживает этот момент Молитвы за других И помощи других Что Бог через него Что-то делает Как-то так получается Приходят там онкологии Сотни случаев онкологии Из тяжелейших заболеваний Как? Каким образом? И вот это нам Подсказка На что мы способны Может каждому из нас Не надо в монастырь идти Чтобы испытать это За нас он это сделал За нас Серафим Саровский Три года отстоял На камне За нас Наши Видные люди Даже Вот взять В преступном мире Они за нас Подсидели Под столько лет Нам не надо В эту тюрьму попадать За нас Кто-то уже опыт имеет И черный И светлый Всякий опыт И этот опыт достойно Делает нас осознанными И я обнаружил для себя Что Николай Гурьянов Писал стихи Потрясающие И как всегда Стихотворение Которое попалось Мне как-то Оно не смогло Не стать песней Я опять посмел И замахнулся С Петей Господи помилуй Господи помилуй Из тех молитв Какие знаю Пою в душе Или вслух читаю Какою дышит Дивной силой Молитва Господи помилуй Одно прошение В ней немного Прошу лишь Милости у Бога Чтоб спас меня Своею силой Взываю Господи помилуй Господи помилуй Господи спаси Помоги мне Боже На моем пути Плыву в житейском Бурном море Встречаю Радость И горе От бурь Какой Спасался Силой Молитвой Господи Помилуй И горе Таяла И радость Не приносила В Твое Сладость И все Что было Дивной Силой Молитвы Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Спаси Помоги мне Рожа На моем пути Когда текли От горя Слезы И страстные Смущали И грезы Тогда С особой Сердца Силой Взывал Я Господи Помилуй Уж близок Я К последней Грани Но все Ж горячими Слезами Хотя С увядшей Тело Силой Взываю Господи Помилуй Душа Кончил Жизнь Земную Молитву Молитву Эту Не Иную Тверди Там Ты За Могилой С надеждой Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Спаси Помоги Мне Боже На Моем Пути На 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю. Благодарю вас. С каких-то пор я не оставляю аудиторию без какого-то удара, намеренного жесткого удара определенной вибрации. Всегда прошу заранее прощения за то, насколько я хочу выразить то, что я хочу сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Враждующих он примирит, пока в народе есть святой. Его седобородый лик словами проливает мир. Он кровников тебе призвал, они явились в точный срок. Он словом бросил свой указ, чтоб примирились люди вновь. И в слове сила выдалась, что светом все сыграло в них. И каждый, кто пришел туда, узрел его суровый лик. Старик он посохом велел вести враждующих к себе. Он вынул нож и в такт успел ладонь подрезать одному. Потом другого он призвал, и тот ведь знал сей ритуал. Под нож подставить должен он свою ладонь. Это закон. Старик ему выпустил кровь, чуть-чуть на землю пролилось. Потом велел идти к врагу и приложить ладонь свою. Туда, где рана у него, где жизнь струится и теплом пытается себя согреть. Кто вы, сыны народа здесь? Ведь все под солнцем родились, чтоб ведать мир дворца любовь. Они в глазах людей теперь, как братья им ночь и день. Почтить законы бытия. Рука по шатия слились, перетекает кровью жизнь. Теперь он, брат, забудь врага. Враждующих он примирит, пока в народе есть святой. И ось и добородый лик словами проливает мир. Они в глазах людей теперь, как братья им ночь и день. Почтить законы бытия. Рука по шатия слились, перетекает кровью жизнь. Теперь он, брат, забудь врага. В подвале среди барахла и картонок у серенькой кошки родился котенок. Беспомощно тыча слились в пушистую шкурку. Сосал он беспечную счастливую мурку. И кошка к котенку, прижавшись бочком, Лаская шершавым своим язычком, Негромкую песню ему напевала. И все целовала его, целовала. А где-то смеялись и плакали люди, А где-то из страшных полили орудий. Политики земли делили на части, А кто-то мечтал о богатстве и власти. И только в подвале, под старой доской, Царили гармония и покой. И серая мурка была несомненно Для новорождённого центром вселенной. Центром вселенной. В подвале среди барахла и картона, У серенькой кошки родился котёнок. Беспомощно тыча слились в пушистую шкурку, Сосал он беспечную счастливую мурку. Кошка к котёнку, прижавшись бочком, Лаская шершавым своим язычком, Негромкую песню ему напевала И всё целовала, его целовала. КОНЕЦ Тут же самое главное без перегруза, Мне хлебом не корми. Это моё состояние, это нормальное моё состояние. Я всё равно как в бою, в этом смысле, Уже всё, ты выходишь на наготу души. Это перед глазами людей, Когда на тебя столько внимания идёт, Это такая нагота душевная. А потом наготы перестаёшь стесняться, Сначала бывает как-то жмёшься, Вдруг у тебя что-то не так там. А потом нагота проходит, И уже не больно, Когда на тебя смотрят много глаз одновременно. А тем более, когда вопрошают тебя, Когда ты их ранишь или цепляешь, Или не удовлетворяешь, может быть, Того ожидания. Разницы нет. Любое внимание, оно писаешь, Оно как вопрос, вопрошение. Оно как вопрос, вопрошение. Оно как вопрос, вопрошение. Оно как вопрос, вопрошение. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Пусть каждый раз Когда в близком слияние Мы ощущали ребенка в дыхании Что он скорее на земле воплотился Белою птицей Космическая безмерность Пусть примет нашу мечту Босоногий человечек Ищет маму и папу Ходит по звездным тропкам С голой поп И все видит И все знает Верные тропы Разбитого пути Хочется всех вас Едино заплести Чтоб мы от бездны От края отошли Родину нашу Любили берегли Любовью сберегли И мечтами сберегли Делами сберегли Делами сберегли Чтоб он скорей на земле воплотился Белою птицей, белую вольную птицей Бульную птицей То било молнией по ногам, то было радугой в голове Когда сливались напополам, впивались первыми чакрами Как я любил твои небеса, и как влетал во вселенную О, как же ты была мне близка, и как стонала на пивами И там на пике горы страстей, когда взошли и пылами мы В едином взрыве наших кровей мы обменялись секретами Теперь я знаю секрет тебя, а мою тайну раскрыла ты Не каплят жару летит со лба губам твоим чистотой воды Почувствуй вкус, это океан соленой капелькой для тебя Утих уже страсти ураган, но не утихнет любви волна То било молнией по ногам, то было радугой в голове Когда сливались напополам, сливаясь первыми чакрами Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Когда в наш тлеющий огонь ворвется ветер Вода с собой твердость камня обогнёт И мы увидим этот образ на рассвете В мечте от семени владенец в мир придёт Мы отворим тогда все ставни и засох наших напуганных безвременем сердец И слёзы радости, наверное, нам помогут Забыть всю тяжесть прошлых тёмных лет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэт, танцор, художник, мастер слов Мы отворим тогда все ставни и засовы Наших напуганных безвременем сердец И слёзы радости, наверное, нам помогут Забыть всю тяжесть прошлых тёмных лет А с Богом этой глаголи добро 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 Вас люди обнять Чтоб музыка в сердце могла прозвучать Чтоб пелись хвалебные гимны и песни Единым мотивом, как в добром семействе Какими словами вас люди обнять Чтоб музыка в сердце могла прозвучать Чтоб пелись хвалебные гимны и песни Единым мотивом, как в добром семействе Пусть будут счастливыми встречи Ладонями нежными обняты плечи Пусть радость струится глазами из детства А свет и любовь пусть пропишутся в сердце Пусть пропишутся в сердце С любовью душа растилась 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 Пусть будет подарен в сердечном привете Букет моих слов, их прекрасная свежесть Свет, любовь, добро и нежность Пусть будут счастливыми встречи Ладонями нежными обняты плечи Пусть радость струится глазами из детства А свет и любовь пусть пропишутся в сердце Пусть пропишутся в сердце Любовью душа растилась С любовью душа растилась С любовью душа растилась С любовью душа растилась Прости Какими словами вас люди обнять Чтоб музыка в сердце могла прозвучать Чтоб пелись хвалебные гимны и песни Единым мотивом, как в добром семействе Пусть будет подарен в сердечном привете Пусть будет подарен в сердечном привете С любовь С любовь добро и нежность С любовь добро и нежность Я благодарю вас Искренне благодарю вас И то тепло, которое я чувствую Тот заряд, который я получил Это Опять мне Господь дает аванс Какую-то беспроцентную суду Как всегда Он проценты вообще мне не назначает Я такой счастливый человек Я желаю каждому так же Со Всевышним быть Та благодарность, которую я чувствую сейчас Тот поток, в котором я сейчас нахожусь С комом в горле я благодарю вас Благодарю, искренне благодарю за то, что вы Скрасили мое искусство своим вниманием Спасибо большое Я благодарю всех Кто признателен мне за то, что я делаю Для меня другого комплимента и быть не может Другой достойной награды я вообще не вижу Кроме того, как человек уделяет тебе внимание И посылает тебе мысль благодарности Знаю, что вот эти вот маленькие крупицы Сделают меня чище самого Кристальнее Чтобы последние мои тени, которые я отбрасываю Я перестал отбрасывать А перед Богом мы все ноги Мы тени не отбрасываем Душа тени не отбрасывает И вот когда мы душой что-то делаем А когда это еще кому-то нравится Это воистину награда И я благодарен своей судьбе Я благодарен Всевышнему за вот этот день За здесь и сейчас Где я могу это осознавать Очень ярко сейчас я это осознаю Говоря об этом И я благодарю За то, что ко мне идет этот поток От тех, кто мне признателен И очень люблю, искренне Всем сердцем посылаю обратно Те же чувства Отражаюсь ими И на концертах часто я это чувствую Это вот отражение Меня аж пошатывает Я А иногда ком в горло встает Это не передать словами Но каждый из нас это чувствовал В какой-то, может быть, меньшей степени Потому что зал и масштаб Он, конечно, усиливает эффект И ответственности моей И чувств, которые я испытываю Я люблю и благодарю каждого Кто смотрит на меня Благим словом Как завещено предками Любви и благодарности каждому Субтитры подогнал «Симон»